Великая Отечественная война Под Москвой, в Сталинград прорывались Но верили мы Нас нельзя победить Для будущего мы учиться старались Учились три смены В пальто зачастую И вечером поздно бежали домой Что лампу зажечь или свечку простую И делать уроки шел сорок второй И было нам трудно И уголь грузили Пилили дрова, чтобы школе помочь И школу зато еще больше любили Как маму свою любит сын или дочь И ранней весной И в холодную осень Мы вместе с учителем шли в огород И с шуткой хорошей, и с песней веселой Работа всегда превосходно идет Как урожай собирали хороший Мы и забыли, что можно устать Проса, капуста, морковь и картофель Все это школа Для нас, для ребят И вот семилетка закончена Вечер Со школы прощаться настала пора Но мы навестим тебя, школа До встречи Как может забыть тебя та детвора А кто руководил школой? Директором школы с 1941 по 1957 год Была Смирнова Анна Андреевна Кавалер ордена Ленина Отличник народного просвещения Я, Максимова Галина Николаевна Обучала в школе номер 6 С 1947 года по 1957 В это время директором была Смирнова Анна Андреевна Время послевоенное, трудное Многие ученики были сиротами Домашний быт у многих был неустроенным Анна Андреевна все это хорошо понимала Поэтому она превратила школу Для очень многих детей В настоящий родной дом Несмотря на то, что в школе было Печное отопление Осенью и зимой в школе всегда было тепло Очень чисто и уютно В коридорах на всех окнах Стояли цветы Каждое утро Анна Андреевна Встречала учащихся первой смены сама Она знала многих учеников Не только по фамилиям, но и по именам Особенно, конечно, знала тех Кто был неуспевающим В школе работал ученический комитет Туда избирали представителей всех классов Начиная с пятого Учко обязательно думал Как помочь, чтобы успевали все Но и решали другие вопросы Около школы был плодовый сад И большой огород В этом саду и огороде работали ученики Начиная с весны и все лето По определенному графику Под руководством биолога 1 сентября, когда приходили новые первоклассники Они все получали подарки Набор яблок Остальные овощи Раздавали другим ученикам И отправляли в столовую Так Анна Андреевна Заботилась о питании своих детей В школе была большая библиотека Хорошо оборудованы кабинеты биологии, физики, химии Анна Андреевна была строгим руководителем и учителем Но прежде всего она спрашивала себя Когда в школу приходили новые учителя Они задерживались надолго только те Кто собирался работать так же, как она Поэтому коллектив учительский Был коллективом единомышленников Многие выпускники поступали в вузы Не только города Челябинска, но Москвы и Ленинграда Она заботилась о том, чтобы заканчивали успешно все Это была целая эпоха директора Смирновой Анны Андреевны Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова